Вадим Новиков Вадим Новиков Есть мальчики старше меня на два года, есть на один. Но я хочу сказать, я не отстаю. Я пытаюсь, я борюсь. Возрастные категории турнира от самых маленьких шестилетних фигуристов заканчивая кандидатами в мастера спорта 2004 года. У каждого юного фигуриста свои кумиры. Приятно, что у одесситов это наш олимпийский чемпион. Мне очень нравится Виктор Придляенко. Вот привет ему. У него руки очень вообще такие натянутые, плюс еще у него прыжки очень техничные. Мне нравятся Юдзур Ханю и Патрик Чан. Они прыгают четверные прыжки, но я стремлюсь к ним. Пробуешь тоже четверные? Ну пока нет. Я еще не все тройные прыгаю. В течение недели на большой одесский лед вышло более 300 юных воспитанников всех школ по фигурному катанию Украины. У меня каталось хорошо, но лед тут лучше. Лучше, чем в Харькове. А сегодня у нас представлено, ну со всей Украины, естественно, те ученики, которые заявляют себя в свои соревнования. Это Киев, Днепр, Харьков, Херсон, Кривой Рог и Одесса, естественно. В Одессе в большем количестве, потому что все-таки у себя наконец-то дома, им не надо никуда выезжать. И они, естественно, участвуют все. По возрасту это дети от 2011 года рождения до фигуристов, которые уже КМС, то есть уже взрослые. Участвовали у нас пары танцевальные тоже, взрослые и маленькие. Ну, у нас пока мы идем хорошо, у нас достаточно много призовых мест. Финал всеукраинских соревнований юных фигуристов состоится в Одессе в апреле следующего года. Тогда же планируется и чемпионат мира среди молодежи по хоккею. Для этого дворец спорта необходимо реконструировать в ближайшие месяцы. Начали с ремонта крыши. В эту пятницу пройдет бюджетная комиссия, где будут выделены конкретно на разные узлы дворца спорта необходимые средства. Сейчас уже идет ремонт кровли, так как несколько раньше был проведен тендер. Мы сейчас ждем субвенции из государственного бюджета для приобретения уже необходимого оборудования, потому что это достаточно большая сумма, которая была и должна быть выделена из государственного бюджета и была обещана Одесской области со стороны и Олимпийского комитета, и со стороны Министерства спорта. Конечно, мы медленно идем, с опозданиями, я бы так сказала, потому что, конечно, для того, чтобы принимать чемпионат мира в апреле, нам нужно сделать очень большую реконструкцию самого здания и некоторые, так скажем, усовершенствовать систему самого ледового, не ледового поля, а вокруг него, то есть там температуру на трибунах повысить. Но что могу сказать точно, что начали мы уже с реконструкции самого здания, уже начали с кровли. Через неделю начинает потолок освещения, потому что к освещению специальные требования, отдельные требования. Приступаем к ремонту, к оборудованию шести тренировок для каждой из, шести раздевалок для каждой из команд. Добавим, что в конце ноября впервые за последние 20 лет в Одессе пройдет молодежный чемпионат Украины по фигурному катанию. Дмитрий Богомолов, Наталья Довбыш, телеканал «Репортер».